Репетиция зимы. Как Барнаул пережил практически зимние выходные? Надолго ли вернется осень? Катастрофа. Почему в квартире барнаулского дома обвалился потолок и пришлось ввести режим повышенной готовности? Скользили и падали. На заснеженном стадионе «Динамо» алтайские футболисты приняли одного из лидеров, кому снег оказался на руку. В Барнауле коммунальные службы продолжают работу в круглосуточном режиме. Идет очистка от льда тротуаров. А вот электротранспорт, который повсеместно не смог выйти на маршруты утром в субботу, сегодня работал в штатном режиме. Скованные ледяным панцирем автомобили, поваленные деревья и небывалой красоты фотографии. Таким запомнился Барнаулу ледяной дождь, обрушившийся на город в минувшие выходные. Когда и надолго ли в Барнаул вернется осень? В материале Николая Потешкина. Привет, Барнаул! Поздравляю с началом зимнего сезона! И хоть до календарной зимы еще полтора месяца коньки и лыжи некоторые горожане вынуждены надели на этих выходных. Дождь, а после похолодания сковали город ледяным панцирем, который парализовал работу электротранспорта, просто заизолировав контактную сеть. Утром в субботу аварийные бригады горэлектротранса начали очистку сетей и путей от наледия. В круглосуточном режиме пришлось работать все выходные. Удалось уже к воскресенью часть маршрутов восстановить. И за воскресенье до конца дня мы восстановили трамвайные маршруты и троллейбусные по всем направлениям. Сегодня, на понедельник утром, выпуск по всем маршрутам городского электрического транспорта полностью восстановлен, работают в штатном режиме. Короче, все в таком роде. Еле открыли. Все, все примерзшее. Воспользоваться личным авто на выходных тоже было непросто. Двери отогревали и отцарапывали, снимая послеэффектные видео. Да и маршрут у большинства лежал шиномонтаж, где из желающих переобуться до сих пор пробки длиною в сутки. Ну в день это минимум где-то 30 человек. Люди приезжают с утра записаться, не записаться. Люди говорят, только на следующий день с утра записываются. А вот дня жестянщика, как обычно бывает в первый гололед, на этот раз удалось избежать. За выходные в период непогоды удалось избежать роста числа дорожестранственных происшествий и тяжести их последствий. Немаловажный урожен стабилизации дорожной обстановки сыграл тот фактор, что многие граждане, заблаговременно обладая информацией о сложных погодных условиях, не стали пользоваться личным транспортом, тем более на котором установлены летние шины. Из-за ажиотажного спроса на такси некоторым горожанам, как они писали в пабликах, путь на работу стоил в четыре раза дороже обычного. Вызвать авто многие решались еще и потому, что даже одна остановка пешком по заледеневшему тротуару могла стать дорогой в травмпункт. Задача на ближайшее время – это устранить, конечно, последствия обледенения тротуаров, потому что очень много работы получилось из-за перепада температуры, ну и, конечно, поддерживать нормативное состояние проезжей части. Дорожных рабочих работало в выходные более ста человек, техники в среднем работало порядка 80 единиц. Очистка улицы от первого снега и наледи шла даже ночью, но скоро поможет коммунальщикам и сама природа. По прогнозам синоптиков, уже завтра в Барнауле потеплеет до плюс семи, а по краю – до плюс девяти. Кстати, о плюсах их можно отыскать и в капризах природы. Необычайно живописными снимками в эти дни наполнился интернет. Яркая осень в плену холодной и кристально чистой зимы. Николай Потешкин, Владислав Ковалев. День с толком. Режим повышенной готовности в отдельно взятом доме. В Барнауле в двухэтажке по улице Интернациональной 302 в одной из квартир обрушился потолок. В комнате в этот момент находились двое маленьких детей. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Эти кадры сразу после ЧП сделала хозяйка квартиры. Она вместе с детьми находилась в комнате в момент обрушения. В доме семья живет с 2017 года. Этой весной они заметили, как сначала в подъезде, а потом и в их квартире начал рушиться потолок. Небольшие куски штукатурки отваливались после дождя. Семья дважды обращалась в администрацию центрального района, которая, кстати, обязала управляющую компанию провести ремонт крыши. Но вместо этого обслуживающая организация, со слов жильцов, просто отказалась от дома. Новую найти они не успели. После ЧП на место незамедлительно прибыли представители районной администрации и специалисты управления по делам ГОЧС. Вход в дом был ограничен. В настоящее время жильцы размещены у родственников. Спецорганизации предстоит оценить состояние дома. Также отмечу, что дом 59-го года постройки не был признан аварийным. По словам жителей, им дали несколько дней, чтобы вывезти вещи из своих квартир. В доме проживали 11 человек. Они должны были помочь мне в мае месяце, когда я начала стучать и звонить колокола, когда я писала, когда я говорила, что просто будет обрушение. Я им видео предоставляла. Надеюсь, никто не пострадал во время обрушения. Я еще раз повторюсь, на полу лежал мой ребенок. Слава Богу, просто в 10 сантиметрах это все произошло. До прихода практически зимней погоды в Алтайском крае успели открыть два крупных дорожных объекта в Рубцовске и в Третьяковском районе. Оба объекта с колоссальной нагрузкой. Ежедневно там проезжают тысячи машин, в том числе грузовых. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Здесь представлены внутри основные фотографии, как это выглядело ранее. Было старое дорожное полотно. Значит, вот эта вот у нас дорога уже идет на границу. Вот там уже пост казахского, казахских пограничников. Говорящие сами за себя до и после. Объект стратегически важный. Подъезд к пограничному переходу между Россией и Казахстаном в Третьяковском районе. Это первый в Алтайском крае проект по приведению в нормативное состояние приграничных зон. Миссия КВУ Алтая Автодор просит вас на том, что менять движение и разрешить открыть рабочее движение на данном участке. Спасибо, Сергей КВУ Алтая Автодор просит вас на данном участке. Открывайте движение. Пока движение рабочее, но до 30 октября оно будет открыто полностью. На объект было выделено более 140 миллионов рублей. Важно, что теперь дорога будет не только безопасной, но и удобной. На участке появились освещения, туалеты и парковки. Была обычная двухполосная дорога, и водители, ожидая очереди на досмотр, стояли просто на обочине. Тем самым, создавая риски аварийных ситуаций. Сейчас, на сегодняшний момент, данные риски исключены. Еще один крупный дорожный объект накануне сдали в Рубцовске. Участок длиной почти в полтора километра, который идет от ЖД переезда по улице Сельмашской до выезда из города. Теперь здесь не только новая дорога. Появились пешеходные дорожки, оригинальные остановочные павильоны. Также установили видеокамеры, которые позволят отслеживать погодные условия на дороге. Основная особенность этой дороги заключается в том, что она является связующим отрезком между участками федеральной дороги. И так как по городу Рубцовску проходила эта дорога, она была в ненормативном состоянии, требовала ремонта. Трафик автомобилей очень большой. Данный участок обошелся в 115 миллионов рублей. И все работы стали возможными только после того, как местную дорогу передали на баланс края по поручению губернатора Виктора Томенко. Мы здесь не говорим не только о городе. Здесь у нас транзитный поток транспорта из Казахстана. Здесь рад районов у нас за нашей спиной сейчас. Поэтому такое поручение было дано. Плюс этим поручением мы облегчили финансовую нагрузку на город Рубцовск. К счастью, содержание автомобильных дорог. Плюс у нас здесь пост весового контроля, который позволяет нормативное состояние проводить тот транспорт, который перевозит груз, сохранять дороги не только Рубцовска, но и Алтайского края. Почему? Потому что трафик здесь довольно серьезный. Мы стоим на точке, где ежесуточный проезд автомобилей более 4 тысяч. Добавим, что в следующем году ремонт этой дороги продолжится. Также в следующем году в Алтайском крае отремонтируют еще два международных автомобильных пункта пропуска в районе Горняка и Славгорода. Ирина Корчагина. День с толком. Продолжим. Целый ряд нарушений выявила МЧС на сгоревшей мебельной фабрике в Барнауле. Напомню, масштабный пожар там произошел две недели назад. Как сообщили в ведомстве, еще пять лет назад во время плановой проверки на мебельном комбинате выявили целый ряд нарушений пожарной безопасности. Руководителю вручили предписание об их устранении. С 2020 по 2024 год контролировали, как оно исполняется, но значительную часть нарушений там так и не устранили. Когда случился пожар, уже через 10 минут первые спасатели прибыли на место. Пожар был очень сложный, ведь все этажи здания и примыкающий склад были загружены горючими материалами. Огонь очень быстро распространялся. Тушение осложнялось отсутствием автоматических систем пожаротушения, сигнализации и противопожарных преград. Также на улице в резервуарах хранилась легко воспламеняющаяся жидкость. В любой момент мог произойти взрыв и обрушение здания. Обновили палаты, к каждой кровати провели кислород, реставрировали внутреннюю отделку помещений. Ремонт завершился в палеотивном отделении 3-й горбольницы. В таких отделениях особенно важно создать все условия для пациентов, потому что в большинстве своем здесь находятся самые тяжелые больные. Сколько было выделено на обновление и как ремонт оценили сами, пациент расскажет Дмитрий Дроздов. В палеотивном отделении 3-й городской больницы сейчас по-настоящему домашняя обстановка. Кто-то смотрит телевизор, читает газеты или же просто отдыхает в своей палате. После ремонта здесь обновили буквально все. Палаты стали светлыми и современными. У постели каждого пациента своя экстренная кнопка, после нажатия на которую сигнал поступает на пост дежурному врачу. При необходимости воспользоваться ею можно не вставая с постели. Отделение очень светлое, очень много света в палатах, в коридорах. То есть у нас точно так же для их удобства тренажеры установлены, телевизор, диваны. То есть стараемся вывести на максимальный комфорт. Общая площадь отделения больше 600 квадратов, отремонтирована около 200. Благодаря новому ремонту паллиативное отделение удалось расширить. Здесь увеличилось количество коек, добавили 35. Теперь их 65, из которых 5 для интенсивной терапии. Сейчас отделение полностью заполнено. Чтобы создать такой комфорт, из краевого бюджета на ремонт выделили 6 миллионов рублей. Из них 3 на техническое оснащение. Вот удобное положение. К слову, это не хоспис, и пациенты здесь после курса лечения отправляются домой. К примеру, наш герой, Арсений Сафаров, впервые попал сюда полтора года назад. Тогда его занесли на руках. Теперь он проходит очередной курс лечения. В таких условиях, как сейчас, и восстановление пациентов идет более быстрыми темпами. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Компания по изготовлению упаковки Септара отпраздновала 27-й день рождения. В честь этого события сотрудники приняли участие в экоакции и высадили деревья в одном из строящихся скверов Барнаула. Барнаульская компания не только леса от вырубки сохраняет, а еще и деревья высаживает. Компания Септара – одно из самых экологичных предприятий, перерабатывающей промышленности в Алтайском крае. В собственном пункте принимают на вторичную переработку макулатуру как у организаций, так и у физических лиц. Из бумажного сырья изготавливают решетки и контейнеры под яйцо. Вторичное использование макулатуры снижает экологическую нагрузку и защищает наши леса от вырубки. Так, с января по сентябрь этого года, благодаря деятельности компании Септара, было спасено почти 43 тысячи деревьев. Септара призывает всех жителей нашего региона. Сокровим лес вместе! А еще в компании Септара заведена многолетняя экотрадиция. Ежегодно в честь празднования своего дня рождения с даты основания в октябре предприятие высаживает в Барнауле такое количество деревьев, сколько лет исполняется компанией. В этом году 27 саженцев лип сотрудники компании Септара высадили в новом сквере по адресу улицы Антона Петрова, 200. Компания Септара является одним из самых экологичных предприятий города Барнаула, а также мы являемся надежным работодателем. То есть мы открываем новые рабочие места, открытые для кандидатов, даже без опыта работы. Если у вас есть желание работать в компании с многолетней успешной практикой, приходите к нам в компанию Септара. Музыкальный клип в поддержку бойцов СВО, снятый в Барнауле, впервые показали зрителю. Закрытый показ состоялся накануне в одном из кинотеатров Краевой столицы. Какие эмоции видеоклип вызвал у зрителей и каков главный посыл патриотического проекта, расскажет Валентина Аскерова. Точно я не герой, что случилось со мной, вот затишье и нужно срываться, пули над головой, в землю вжат рядовой. Не ради того, чтобы погибать, а ради того, чтобы жить. Главный посыл музыкального клипа «Я не герой». Патриотический клип в поддержку солдат СВО сняли в Барнауле и впервые в рамках закрытого показа представили на суд зрителю. Автором проекта выступил Центр подготовки «Рок от Барнаул», который обучает навыкам военного дела и первой помощи. Выпускник курсов с позывным «Астр» написал стихи, а музыкант Юрий Жданов положил на слова музыку. Так и родилась песня «Я не герой». На эту композицию и сняли патриотический клип. Съемки клипа проходили очень нелегко, можно сказать, потому что я больше, наверное, переживал за ребят, которые у нас снимались. Они, ладно, мы с камерами, с планшетками для сценария, ребята были во всем обменировании, в жилетах, там по 20-30 килограмм, если не ошибаюсь, каждый вес носили. И они, это была жара, и они это все таскали, они бегали, они прыгали, они перебирались вброд через воду. И я скажу, что это было нелегко, но мы справились. Часть съемок прошла на учебном полигоне, а курсанты и инструкторы центра попробовали себя в роли актеров. Главный посыл клипа – это люди разных профессий, в гражданской жизни они могли быть строителями, в зоне СВО стали шикарными профессиональными медиками. Юристы, кузнецы, фельдшеры скорой помощи, они все меняют привычный уклад жизни и отправляются в зону проведения СВО, несмотря ни на что, защищать нашу родину. Закрытый показ посетили представители общественности, деятели культуры и просто неравнодушные. Каждому есть что сказать. Мне клип очень понравился, я считаю, что в нынешнее время он очень полезен и нужен. Наши подростки и дети очень непатриотичны, и в данный момент, в наше время, я считаю, что дети должны быть более патриотичными. Посмотреть этот клип, они должны вдохновиться и думать, что они делают и для чего. Патриотическую видеоисторию, которая укрепляет дух и дарит надежду в тяжелые моменты жизни, широкий зритель увидит на просторах интернета в следующем году, 23 февраля, в День защитника Отечества. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. И к новостям спорта. Захватывающий по-настоящему сибирский футбол увидели болельщики местного «Динамо». Погода устроила зимний сюрприз. Сильный снегопад обрушился на краевую столицу, однако игру не отменили. И футболисты «Динамо» против «Казанского сокола» вышли как на настоящее испытание. Кто оказался сильнее и почему нападающего «Динамо» Артема Яркина сравнивают с великим аргентинцем Диего и Марадоны, расскажет Дмитрий Дроздов. Это кадры, как местная «Динамо» выходит вперед. Да и не просто забивает гол, а отправляет мяч в сетку ворот команде, которая борется за попадание в топ-3. Поэтому болельщики удивились и забитому мячу, и погодным условиям. Футболисты скользили и падали, мяч застревал в снегу. Такой футбол как будто козырь для «Динамо», а вот для «Казанского сокола» настоящая проблема. Погодные условия на первое место вышли, и было тяжело подстроиться под снежное покрытие. Тяжело говорить про качество игры, очень много было ошибок, что с одной, что с другой стороны. И у футболистов, и у судей. Мы берем эти моменты, и на, скажем так, первое место также еще нужно, наверное, в этом матче выделить и поставить. Это самоотдача футболистов. По самоотдаче не поспоришь. Футболисты бились за каждый мяч. Даже так, что забивали не только ногой, но и рукой. Игрок «Динамо» Артем Яркин после подачи своего партнера перевесел всех в воздухе и отправил мяч в ворота соперника. Однако на повторах можно заметить, что гол был забит рукой. Все в лучших традициях аргентинского игрока Диего Марадонны. В далеком, в 86-м году футболист забил подобный гол в ворота сборной Англии. После этого мяча барнаульцы повели уверенно 2-0. Еще один гол хозяева забили во втором тайме. 3-0. А дальше случилось это. Поэтому Соколу, конечно, что-то эдакое нужно придумывать. И вот момент, выход 1 на 1, удар и гол. А этого вполне может хватить. Еще один момент у Джоева. Снова выход 1 на 1. Джоев перебрасывает. И второй мяч забивает Арсен Джоев. Дубль буквально за минуту оформляет 31-й номер Сокола. Две минуты понадобилось Соколу, чтобы сократить отрыв в счете до одного. Однако барнаульцы выстояли и не отдали победу. 3-2. Динамо Барнаул берет 3 очка. Это прежде всего психология. Психология того, что команда особо много не выигрывает. Тут вроде повели. Наверное, расслабились. Или посчитали, что дело сделано. Поэтому, наверное, получилось так, как получилось. Но, наверное, еще и хорошо, что и третий не получили. В заключительном туре барнаульская «Динамо» 19 октября примет на своем поле новотройскую носту в турнирной таблице. При всех положительных исходах барнаульцы могут подняться лишь на восьмое место. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А волейболисты Барнаульского университета на родном паркете в выходные принимали локомотив «Изумруд» из Екатеринбурга. Встреч было две. В первый день встречи барнаульцы начали по-хозяйски, однако позже темп сбавили. Игра пошла по сценарию локомотива. Как итог, барнаульцы терпят третье поражение в сезоне, уступив локомотиву 1-3. После первой встречи барнаульцы провели работу над ошибками и на второй поединок вышли с другим настроем. Матч стал зеркальным отражением первой встречи. В стартовой партии убедительнее смотрелись гости. Университет по ходу игры сделал пару тактических изменений и студенты полностью перевернули игру, уверенно выиграв эту встречу 3-1. Наша команда хорошо начала игру, а в одной расстановке отдала все преимущество сопернику. Локомотив и Зумруд – хорошая команда, но в первой игре мы сами отдали инициативу сопернику. То же самое могло произойти и в повторной встрече. Но ребята вовремя переломили ход встречи в свою пользу. В турнирной таблице университет расположился на второй строчке. Следующие игры студенты проведут на выезде 26-27 октября против Тюмени, а ближайшие домашние матчи университет сыграет 2-3 ноября против Пермской Камы. А на этом у меня все. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните по телефону нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Эволар» – мира и добра. Всем до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok